Клон Альтезы. Почему вы до сих пор ездите на каких-то старых автомобилях? Мы подходим, наверное, к гвоздю нашего сегодняшнего выпуска, новому автомобилю, который мы строим к следующему сезону RDS GP 2021 года. Наверное, одна из самых разобранных. Наш первый коммерческий проект Nissan Skyline R34. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Fresh Auto Drift, на календаре 15 января. Страна потихонечку просыпается после новогодних праздников, а мы потихонечку начинаем вас вводить в курс дела наших межсезонных движений. Те, кто подписаны на наш инстаграм-канал, знают, что в команде произошли некоторые изменения. Команду покинул Федор Воробьев, и новым пилотом в команде стал Евгений Лосев. И в конце выпуска вас ожидает небольшой сюрприз по этому поводу. Поэтому не переключайся, заваривай чаек, будет интересно. В боксе раннее утро, и это значит, что можно в спокойной обстановке рассказать вам все те нюансы, которые происходят с автомобилями в межсезонье. И начинаем мы с пустого места. Пусть вас это не удивляет, на этом месте буквально 12 часов назад стоял наш первый коммерческий проект Nissan Skyliner 34 Александра Подвишенского. И этот проект официально можно считать завершенным. Автомобиль вчера вечером был настроен и отправлен на поезд, чтобы оттуда уже отправиться на второй этап в Сочи Дрифт Челлендж. Александр обратился к нам еще летом этого года, после неудачной настройки мотора. Мотор развалился на настройке, и мы собрали с Саши новый мотор из новых комплектующих RB30, перебрали редуктора, установили в них блокировки, сделали ТО коробки передач, в общем, еще очень много мелочей устранили, переложили проводку и так далее. Машина настроилась, мы сняли с нее 730 лошадиных сил и 825 момента. Машина готова, и в Сочи отправляется она не одна, она отправляется с нашими инженерами, для того, чтобы инженеры оказали необходимый саппорт, посмотрели, как работает машина, настроили подвеску, чтобы Саше было максимально комфортно участвовать в этом ивенте. И это круто, дорогие друзья, это наша маленькая победа, реально первый коммерческий проект завершен. Нам интересно с этим работать, я думаю, что в дальнейшем нас и вас в том числе ждет еще не один такой проект, это с нашей стороны возможность внедрить наш опыт и наше инженерное решение в какие-то другие машины, а вам наблюдать эти машины в дальнейшем на других соревнованиях. Что же касается наших машин, то за моей спиной сейчас стоит шершень. Пусть вас не удивляет, что он в такой необычной расклейке под Дамирой и Ди Дулиной, и здесь даже его фамилия наклеена. Те, кто следит за нашей командой, знают, что в декабре мы снимали этот автомобиль для роликов, для рекламного ролика нашего партнера. И тогда ребята приехали с просьбой экстренной сняться в этом ролике. Машина Дамира и Диатулина на тот момент уже была разобрана. Нужен был именно Дамир для съемок, поэтому было принято решение взять клон Альтезы, и Дамир на этой машине принял участие в рекламном ролике. По тому, что глобально сейчас происходит с этой машиной, из глобального отсутствует двигатель, по причине того, что, ну, во-первых, это элементарная ревизия после сезона, во-вторых, будет переход на электронный дроссель для более тонкой настройки и настройки антилага. Также будем переделывать передние арки под 18-е колесо. Оно, кстати, сейчас уже установлено. Вроде бы ничего страшного, что у тебя машина спереди на 17-шках, сзади на 18-шках, но все это уже уходит в прошлое, потому что, ну, есть понимание, что на 18-м колесе конкретно эта машина, конкретно в этом конфиге ведет себя более стабильно, более понятно для пилота. Напомню, в стоке туда 18-е колесо такого размера, 265, не лезет. И по салону будет небольшое изменение. Мы установим напольный педальный узел. У Дениса такой узел стоит на BMW, и для него он является более привычным, поэтому Денис вот изъявил желание, сказал, поставьте мне на Lexus, тоже напольный. Сейчас стоит подвесной, поэтому будем менять. Наверное, одна из самых разобранных машин в данный момент в боксе, это BMW автобус Дениса. Эта машина принимала участие в Сочи-дрифчеллендж на первом этапе, Денис занял на ней третье место, я напомню. И уже тогда, под занавес соревнования, пришло понимание, что мотор ведет себя не очень стабильно, и что есть какие-то нюансы. Машина дымила, машина иногда закипала, но честь и хвала, она выдержала соревнования и доехала гонку до конца. Плюс, в этом конфиге, который был, мотор проездил два сезона, и с ним практически не делали ничего. То есть, элементарное обслуживание, замена масла, иногда подкидывали вкладыши, и мотор ехал дальше. То есть, мотор прослужил достаточно долго. По итогу, по приезду на базу, механики оперативно разобрали мотор, и сразу же увидели дефект в головке двигателя в выпускном коллекторе, точнее, даже в выпускных каналах образовались микротрещины, и вода из системы охлаждения попадала прямиком в глушитель. Хорошо, что не в цилиндры, и в целом, понятное дело, что на этих головах уже никуда не поедешь. Нами уже заказаны сюда более интересные головы, на этот мотор на LS3. И в целом, с этого мотора мы планируем снять от былых 580, поднять мощность до где-то 650 лошадиных сил. Также в ремонте у нас кузовные элементы, которые пострадали на Сочи 3-челлендж. Немножко тут идут работы по задней части кузова, она полностью разобрана. Ну и кардинально будет переделываться все внутри, будет устанавливаться новая проводка, новая система управления двигателем, ПДМ и прочие вещи. Система охлаждения будет переделана и проведена под низом. Машина, скорее всего, будет окрашена заново, потому что уже такие моменты присутствуют, и каркас немножечко уже подустал с годами. В общем, готовим, усиленно готовим BMW для того, чтобы эта машина смогла быть запасной в нашей команде и смогла абсолютно точно, конкурентно способна ехать с машинами, участвующих в серии RDS GP. Кстати, тут можно еще обратить внимание, как изнашивались передние шины на Сочи 3-челлендж, какие вот колбаски нарастали на колеса. Это все ввиду того самого покрытия, которое было нанесено на трассу с целью сберечь резину, но вот передняя резина в результате ввела себя вот таким образом. Ну а дальше по ходу движения мы подходим, наверное, к гвоздю нашего сегодняшнего выпуска о новом автомобиле, который мы строим к следующему сезону RDS GP 2021 года. И это... Да, друзья, это сотый марк Евгения Лосева, вы не ошиблись. Кто-нибудь может вообще представить, что Женя когда-то на этом поедет в RDS GP? Я тоже, честно говоря, пока не могу представить. Машина, как вы видите, находится полностью в разобранном состоянии из того, что можно заметить здесь только кузов и каркас. С машиной действительно очень много работы. Сюда нужно будет установить мотор, коробку, проводку, подвеску, кузовные элементы сделать. Все это дело покрасить, облагородить, настроить, проехать тесты. И только тогда машина может принять участие в гонке. Поэтому сезон Женя начнет на 81-м, а сотка будет поспевать где-то по нашим планам к середине сезона. Нам, кстати говоря, очень часто задают один и тот же вопрос. Мол, вы такая серьезная команда, с таким составом пилотов, со своей идеей и амбициями. Почему вы до сих пор ездите на каких-то старых автомобилях? 46-я BMW, Supra, которой уже почти 30 лет, Альтеза. И сейчас мы предвкушаем, что нас еще больше начнут упрекать из-за того, что мы взяли за постройку сотого марка. Поймите правильно, в команде появился Евгений Лосев. И постройка сотого марка это давняя задумка, идея, проект и мечта Жени. И мы просто не могли отказать себе в помощи Жени для того, чтобы эта машина наконец-то поехала на трек и под управлением Жени. Мы обязательно сделаем что-то интересное. И более того, в прошлом сезоне уже были задумки по поводу определенных платформ. Но пока первостепенно строим марк, а дальше начнем вас удивлять. Кстати говоря, если тебе действительно интересно движуха, которая будет происходить с этой тачкой, как она из вот этого состояния будет превращаться в настоящий боевой корч, движущийся по трассе, прямо сейчас ставь это видео на паузу, иди в комментарии, напиши нам об этом, потому что твое мнение очень важно для нас. И мы будем снимать, если вам это интересно. Очень логичный вопрос. А где же Альтеза, Намира Идзитулина? Где Супра, Тацуя Хибина? Где же, в конце концов, Марк Евгения Лосева? Все очень просто, друзья. Из-за того, что в боксе не так много места, а машин все больше и больше, машины постоянно ротируются, постоянно меняются местами по мере прихода запчастей и иных комплектующих. И когда они выезжают из бокса, выглядят они примерно вот так. Марк, Альтеза, Супра. Альтеза, кстати, тоже полностью разобрана, с нее сняли мотор. Дамир уже внес изменения в конструкцию передних арок для 18-го колеса здесь. И сняты большинство кузовных элементов для ремонта последующей установки. Женин Марк, несмотря на то, что он выглядит так уныло, практически полностью готов к следующему сезону. Там требуются буквально небольшие доработки по кузову и кое-какие-то доработки по технической части. В целом машина действительно готова к любым выступлениям, хоть уже завтра. По Супре у нас будут изменения. Мы туда тоже внедрим новую проводку, новую систему управления двигателем, новый мозг, ПДМ, ЕДАЖ. И машина станет еще более современной. Сейчас она прям такая, как будто ламповая, старая, олдскульная машина. Но мы постоянно в ней что-то меняем, чтобы нашему маэстро Цуэхибина было еще комфортнее ездить. Мы, кстати, его очень ждем. Ну что ж, друзья, вот такой получился коротенький обзор. Надеемся, вам было интересно. Если тебе действительно понравился этот выпуск, не забудь поставить ему лайк и написать что-то в комментариях. Будем держать вас в курсе. Оставайтесь на связи. Вот тут будет подписка на канал. Тут актуальное видео из нашего плейлиста. И увидимся. Очень скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...